Всем привет, вас приветствует игровой канал Сейнгеймер, меня зовут Пашок. Продолжаем проходить, то есть не проходить, играть геймдэйв Тайкон, выполнять все ачивки. Мы создали игру Вор. Повысился уровень, выпускаем игрушку. Доступ новое исследование мультиплеер, развитие персонажа. Мультиплеер, ура. У нас доступен мультиплеер. Первые отзывы. Изворотлива, но хорошо. Видели и лучше. Терпит мелкую неудачу. Ладно, ничего, не расстраиваемся. Исследования, новая тематика, новая тематика. Ну. Средневековье, да-да-да-да. Зелда Скоро 6. Скоро будет. Ну ты вот здесь не очень разбираешься, как здесь идёт Г-8, М-2, А-3. У вас вообще Средневековье, окей. Контакт. Давайте персонажа. У нас уже почти полмиллиона. О, всё, полмиллиона из Аш-11 тысяч есть. Уже 24 тысячи. Посмотрим, что вам принесёт Вор. Контракт завершён, 27 тысяч перечислен на счёт. Исследования. Исследования. Исследования, нашимайся, ты... Город, Сим-Сити. Нет. Киверпанк. Чужие, давайте. У вас у нас продажа была продана 32 тысяч копий. 220 тысяч срубили на Воре. Сейчас создадим там ещё какой-нибудь... Нет, я хочу перебраться в другое здание. И там можно создать свой движок. Всё, погнали. Создавать ещё что-нибудь. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Приключения... Джойстика. Тематика. Вампир. У нас будет джойстик вампиром. Приключения РПГ, конечно же. Платформа. PC. Да давай, нажимай. Чё со второго разу всё нажимается? Погнали. Так. Что у нас вампиры? Что вампиры РПГ. Ну, квесты нужны. Вот движок, он не нужен, в принципе. Но геймплей. Чё-то ничего нового в консоли не анонсирует. Ничего, чё-то нет. Интересненького. Понятно. Это очень специальное предложение нашим агентам. Не доволось позаимствовать некоторой информацией об исследовании, которая могла бы интересовать вам, если вы заинтересовались. Если вы заинтересовались, то есть 48к паузы и кратом. В следующем канале мы собираемся с вами. Агент вовстрим. Тонати. Ваши 50 тысяч. Исследовали ниндзя. Ладно, ниндзя так ниндзя. Интеллект сюда, диалоги тоже. Хотя вот так вот сделаем тоже. Так примерно. Ок. Микрофон. А вот звук даже вот так вот сделаем. О, наконец-то. Первая плойка выходит. Или нет, ведь даже не плойка. Сегодня Вони анонсировала свою собственную консоль под названием Play System. Видимо, компания полностью переработала ранний прототип Play System. После того, как нинвента отменила проект. Похоже на первую PlayStation. Вот это точно такой же был, только вот тут не были такие кнопочки. Кнопочки больше похожи на Xbox. У них же кнопочки там разного цвета. От джойстика. Ладно, окей. Новая Play System идет с дисководом для компакт-дисков и 32-разрядным процессором. Это уже не 16-бит даже. И полностью принадлежит Вони. Профессионалы индустрии говорят, что это могло бы быть начало нового поколения консолей. Нинвента отказалась от комментариев. Play System появилась на рынке, появится на рынке через 2 месяца. Отлично, мы на ней забабахаем какую-нибудь первую игрушку. Доступна новая исследовательность сиквелы. Сиквелы. Баги исправляй. Ну, думаю, что опять какой-нибудь отстой. Ну, или на троечку хотя бы где-то. О, мы докачались. У нас четвертый уровень. Выпускаем игрушку. Проявились первые отзывы. Нифига себе оценочки. Они достигли прекрасного баланса между технологиями и дизайном. Одна из лучших. Лучшая в своем роде шедевр. Одной десятки не хватило. Мы бы ачивку получили. Ну-ка, подождите. Так, продать полмиллион. Код продать 1 миллион. Достичь 5-го. О, скоро мы достиг. Профессионал. Достигнуть этого персонажа. Изметь создавить компанию. Мужчин, так и женщин. Нанять кого-то известного. Набрать максимальное количество работников. Закончить деньги. Выпустить игру на 10 из 10. Блин, одного очка не хватило. Вот печально. Там была десятка. Так, сохранимся. А, блин, приключение джойстика. Капец. Я думал, мы какой-нибудь отстой сделаем на тройку. Сегодня была выпущена новая плей-система. Не, вот прям вообще, вот прям смахивает на PlayStation 1. У них даже вот этот цвет похож. Вот я помню, что она такая была, когда у меня она была. Но, правда, там, я еще помню, что там сохраняться надо было картриджи ссувать. Приключение джойстика добился рекордных продаж компаний с более чем 50к проданных копий. Это является важным этапом в истории Saints Gamers. Да. Новый офис. Поздравляю, вы заработали себе репутацию. А, миллион. Мы заработали миллион. Ура. А, все, 150к заплатить. Ну, это, наверное, когда миллион зарабатываешь. 150к оплачешь. И... Перезжаешь в новый офис. Да, все так и есть. Поздравляем, вы заработали себе репутацию. И нажили большой капитал. Если хотите, чтобы компания не дальше росла, то следующий шаг, переезд в новый офис. Я нашел прекрасный офис, расположенный в технологическом парке. Не хотели бы вы переместиться в компанию в следующий уровень. Конечно, я так этого долго ждал. Отлично, отлично. У нас есть новый офис. О, да. Смотри, красивый офис. Уважаемые сейнгеймеры, мы следили за вашими успехами в последние годы. И хотели бы официально пригласить вас принять участие в самом большом мероприятии, посвященном играм наших пленей, так же, как и известны, как G3. Имея собственный стенд на G3, вот это, наверное... Ах, нет, 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 это вообще про стенд. Вы можете получить много фанатов и реклам для вашей игры. И мы думаем, что нашим посетителям очень хотелось бы увидеть вас на G3. Будем связываться с вами ежегодно для выбора варианта стендов. Надеюсь увидеть вас на G3. Администрация G3. Отлично, просто отлично. Новый офис. Давай, пожалуйста, в новый офис. Теперь, когда у вас есть большой просторный офис, можно донять своих сотрудников и встать в компании с мировым именем, и начать производить хиты и бестселлеры. Ну, как-то так. И не выговаривать фигни. Теперь вы можете обучать себя, своих сотрудников с целью повышения квалификации, попробуйте сделать это, завершив курс менинжмента. Пройдя этот курс, вы сможете дать вашего первого сотрудника. Отлично, просто замечательно. Сначала закрутят сообщение, затем щелкните на вашу персу, чтобы отдать меня обучение. Окей. Тренировка, наверное, да? Так, управление персонажем. Такое, что такое вообще? Ладно, погнали. Рекордных продаж компаний с более чем 100к проданных копий. Согласно нашему исследованию рынка, недавно вышедшая игра приключения дойстика является неожиданным хитом среди игроков-разработчиков Saints Gamers, является новичками игровой индустрии, но мы не можем ожидать того, что они будут разрабатывать дальше. Окей. Замечательно, вы успешно завершили курс в управлении персоналом, и теперь вы можете найти своего первого сотрудника, для начала закройте это сообщение, затем щелкните по кнопку «Нанять», которая находится рядом с большим столом. Нанять. Так, прежде чем вы сможете нанять кого-то, вы должны открыть вакансию, установите бюджет и решите, как вы хотите протестировать ваших претендентов. Высокий бюджет увеличит число претендентов, а различные тесты помогут найти людей с правильным балансом, науком и разработкой технологий. Так, а чё, бюджет? Два ляма платить. Ага, сейчас прям. Бюджет будет примерно... 100 тысяч. Я, правда, не знаю. Ну, давай демо-версия начать поиск. Столько царей, я думаю, это будет нормально. Похоже, что Saints Gamers надавали переехали в офис, который располагается в звездных технопарке и теперь в поисках новых сотрудников. Окей. Компания, которая известна таким играми, как «Приключения Джойстика» и «Чертила» и «Боцман», все это время работали в гараже. Один из множества фанатов «Приключения Джойстика» заявил, я не могу поверить, что у них до сих пор не было надлежащего офиса, а те игры разрабатывали всего лишь один-единственный человек. Я с нетерпением жду их будущих игр. О, телевизор супер, зато консоль есть. Поиск для открытой вакансии завершен. Вы сможете посадить список для явителей и нанять кого-то на эту должность. Не забывай, что вы всегда можете обучить своих сотрудников, чтобы улучшить их навыки. Окей. Эдвард Джордан, опыт 1, уровень скорость 240, около 8К в месяц. Конечно, вот это нанимаем. Самое последнее. Поздравляю с ценаемым первого сотрудника. Новые сотрудники должны сначала устроиться на новом месте, прежде чем они станут в полной моде эффективными. Когда персонаж является на полностью эффективном, это можно увидеть на баре эффективности рядом с ним. Этот бар заполняет течение времени. Обычно хорошей идеей является провести тренинг для новых сотрудников, чтобы они быстрее освоились. Это увеличит их эффективность, быстрее, чем обычно. Чтобы сделать это, закройте это сообщение и щелкните по-прежнему для вызовывания действия. Доступны новые исследования средние игры. Он что-то пошел там делать. Тренировка. Что тренировка? Тренировка для новых сотрудников. GameDay Games. Вот это я не понимаю, что такое. Одно, чтобы только исследовать. Ну окей, погнали. Пусть исследуется. Золото. Брать полмиллиона копий игры без помощи издателя. Да. А нам стало известно, что игра «Приключения джойстика», недавно изданная «Сайд Геймер», разработала более 500к. Если бы был музыкальный рекорд, то этой игре был присоединен статус gold. Конкуренты наблюдали, говоря, очень ревнивые комментарии. О да. Это просто круто, что у нас все пошло. Еще даже продается оно. Приключение джойстика снять продажи было подно 548 тысяч копий. Общий доход 3 миллиона 837 тысяч 449. О да. Это именно то, что нам нужно. У тебя исследование, что еще? Иди. Или что это? Что за полоску? Чуть не пойму даже. Что там, кончилось? Окей. Исследование что-то мы можем исследовать? Ну вот это улучшать уже все. Не можем, да? Окей, новая тематика. Эволюция. Ой, что тематика вообще дофига. Давайте тогда танцы. И создадим какую-нибудь новую игру. В принципе, еще можно кого-нибудь нанять. Может, нанять до 4 сотрудников в этом офисе. Не пытаясь нанять всех сразу сотрудников. Нужно платить зарплату. Много женащих игроков нанимает. Простанал на все свободные места. Слишком рано в итоге. Озоляется лучше не торопитесь. Ладно, фиг с ним. То, что нам сказало, тогда не будем торопиться. 49 тысяч ежемесячный раз. Вот нифига, 50 косарей. Уже выходит тематика. Тематика взлом. Платформа. Какая плавка, давайте 200 косарей вам фиг с ним. Я забыл. Эту гуя. На что ворта была? Списана игровая история. Приключения джойстика. Вор. Взлом. Приключения. Платформа. Вор 2. Тематика. Взлом. Жанр. Приключения. Платформа. На новый. Герой движок никакой. А, ну это я купил здесь, кстати. Движок на уровне. Вот геймплей чуть-чуть снизим. Вот так вот примерно. Нигера мы какого-то наняли. Вот так вот. Сидеть ничего не делает. Что-то там исследует, наверное. Нет, дизайн мира чуть-чуть снизим. И звуки примерно вот так вот. Так, ну-ну-ну-ну. А, он тоже даже качается. Отлично. Угу. Доступны новые исследования. Петленный сюжет. Древо. Диалогов улучшенный. И смену дня и ночи. Стереозвук. У нас какой-то монозвук вроде бы. Появились первые отзывы. Изворотливо, но хорошо. Есть свои моменты. Хорошая игра. И что, что, что. Приятная. Ну, окей. Так, подается. Мы тем временем... Надо что-нибудь поисследовать. Но у нас не хватает этого. Исследования. О, средние игры. 150 тысяч только. Вот ты, чувак, чё-нибудь чё-нибудь можешь исследовать? Или тебе тоже нужно? Ты тоже сможешь тематику исследовать. А, ну и лет я так и исследую. Привет, босс. У меня есть навык работы с системой безопасности. И я думаю, что мы смогли... Действительно сделать некоторую модернизацию системой безопасности в нашем офисе. Я сделал некоторые исследования. И я думаю, что с инвестициями в 50К нам стоит обезопасить себя. Что ты скажешь? Ну, окей. Спасибо, босс. Я прямо сейчас этим займусь. Дого никакая не кидал его. В час 2 месяца венагер будет убрано с рынка. Чё за венагер? У нас есть не игры? Уволить можно. Технология плюс земли, плюс исследования. Мы чё-то изучили сейчас. За 150 тысяч. Игровая выставка? Большая. Игровая выставка состоит через 2 недели. Вы желаете принять участие? Большой стан. Сколько? Нифига себе. Средний. Привет, павел. Я следил за ходом в Сейнгеймер некоторое время. И кажется, что с вашим недавимым расширением вы приступили к разработке больших игр. Большие игры могут быть замечены большими количеством людей. И это того, где может пригодиться издателям. Издатели будут продвигать вашу игру во всём мире. Он также поможет фонду. При разработке, в свою очередь, издатели получат большую часть прибыли. Но так как игра продастся намного больше, это того стоит. Я могу связаться с теми некоторыми издателями. Такими образом, ты сможешь посадить доступные контракты. Просто сообщи мне. Джейсман Дрог. Как-то так его зовут. Разблокировано действие. Поиск издательского контракта. Оно доступно в меню действия. Отлично. Мы развиваемся потихонечку. Продается сейчас вор. Так. Здесь как-то по-другому всё стало. Тебе что надо натыкать? Найти работу по контракту. Найти издателя. Вот издатель. Так. Нет. Помедленней. Использование издателя является отличным способом продвинуть ваши игры большой аудитории, которая, в свою очередь, помогает развивать вашу фан-базу. Как только ваша фан-база станет достаточно большой, вы можете самостоятельно выпускать большие игры без необходимости в издательстве. Для средней игры вы должны стремиться иметь по крайней мере 100 тысяч фанатов, прежде чем публиковать их самостоятельно. Но всё, 5000 фанатов. Для использования издателя вам нужно подписать контракт. Контракт будет диктовать, какую игру вам нужно создать. Обратите внимание на все детали. Главное, минимальный рейнтик и то, что требуется контракт. Если выпущена вами игра не соответствует минимальному рейнтику, вам придется заплатить штраф, который может быть дорогостоящим. Кроме того, важно обратить внимание на рейнтик. Чем выше рейнтик, тем больше денег вы будете получать с вашего контракта. Окей. Нет, это всё закроем. Ну что ж, на этом всё. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Паша. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы, комментируйте. Всем удачи, счастливо и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok